Всем привет, друзья! В этом выпуске я расскажу про скандал на отборе на Евровидение 2019 года и, конечно, покажу монеты, посвященную этому событию. Если тема интересна, продолжайте смотреть. Ну что, поехали! Украина не будет представлена на Евровидении в этом году. Вот такой итог скандала с участниками отбора. Сильно углубляться в эту ситуацию я не буду, так как уже много видео снято на эту тему. Например, я поделился роликом у себя в сообществе, зайдите и зацените. Я считаю, это крайне непрофессионально со стороны организаторов допускать такую ситуацию. По поводу концертов Маруф в России было известно и до начала отбора. И этот момент можно было предвидеть и не доводить до такого скандала. Огромное количество украинцев проголосовали за эту композицию и за исполнителя. И что в итоге? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне посчастливилось попасть на концерт Маруф, выступление в прошлом году в октябре в Харькове. Это было ну очень круто. Честно скажу, у меня была огромная убежденность в том, что Маруф может победить на Евровидении. И это будет именно от Украины, ни России, ни других стран. Хотя наверняка ее сильно уговаривали и другие страны. По поводу политических моментов. Она четко озвучила свою позицию и предложила отказаться от концертов в России. Но как видим, организаторам это не нужно. В итоге скандал. Ну что, ситуация уже сложилась как сложилась. Давайте примем ее как есть. Думаю, кто-то был точно уволен со своих должностей. Давайте перейдем к нашему хобби, а именно монетам Украины. В далеком 2004 году на выступлении в Турции, в Стамбуле, Руслана занялась первое место. Я смотрел ее выступление, эмоционально переживал, болел за нее очень сильно. Сейчас на своих экранах вы видите довольно интересный жетон Луганского станкостроительного завода. Да, там продолжали выпускать жетоны. Хоть и оборудование для чеканки монет было уже в Киеве, но жетоны производились. На реверсе монетовидного жетона мы видим композицию с Русланой и надписью Евробачиня. На реверсе надпись «Эксклюзивная коллекция», изображение гривны киевского типа, год 2005 и фраза «Сувенир из Украины» на английском языке. Такие монетовидные жетоны, посвященных Евровидению, я видел в двух цветах. В белом и золотом. К сожалению, не могу пока более подробно про них рассказать, пока накапливаю информацию для полноценного видео про редкие жетоны Луганского станкостроительного завода. Но если вам есть чем поделиться интересным, напишите мне в телеграм или здесь в комментариях. А теперь давайте перейдем к монете, которая посвящена проведению 62-го песенного конкурса Евровидения 2017 в Украине. На реверсе монет изображен официальный слоган и логотип Евровидения – цветные бусы. Мне кажется, этой монеты не было в плане на 2017 год, поправьте меня в комментариях, если я сшибаюсь, ее очень быстро решили внедрить. А концепция дизайна разрабатывалась двумя украинскими креативными агентствами. Сжатые сроки. Ну, как обычно. Как сообщил один из основателей агентства, который работал над логотипом, ребята работали в течение двух недель, так как сроки были ужаты, и было разработано четыре варианта, и победил логотип Намысто. Идею ребята хотели раскрыть суть Евровидения, которая объединяет уникальных, говорящих на разных языках, проживающих очень разные жизни людей. Образ Намысто передает смысл. Разные по форме и наполнению элементы собираются вместе, создают уникальное единство. На аверсе монеты размещены в центре на зеркальном фоне малогосударственный герб Украины, под которым надпись «Украина», номинал 5 гривен и год чеканки монеты 2017. И полукругом стилизованная композиция «Панорама города», на которой изображен архистратег Михаил и надпись «Киев». Друзья, вот такой у меня получился обзор темы Евровидения и монет. Напишите в комментарии, что думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк. До новых видео, всем пока!